Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи от несанкционированного сброса канализации избавлен целый район Гортоп. Для этого проложен новый коллектор. В Сочи в лидерах по итогам городских и всероссийских учений по гражданской обороне. Они прошли в начале октября. Спасатели деблокировали сочинца из искореженного автомобиля. ДТП произошло на объездной дороге. Площадка нашего двора оказалась очень продуктивной. В Сочи награждены социальные партнеры летнего городского проекта. Вениамин Кондратьев встретился с представителями немецкого бизнеса, с руководителями иностранных предприятий. Губернатор обсудил перспективное сотрудничество. Речь шла о совместных производствах в агропромышленном комплексе, информационных технологиях, строительстве дорог. Взаимный товарооборот Германии и Кубани за последние три года составил около 600 миллионов долларов. Импортозамещение диктует вектор экономического развития регионов, всех регионов России, в том числе и Краснодарского края. На нашем рынке есть очень много свободных мест на полках, которые высвобождаются от импорта. И это сегодня реальная ситуация, которой нужно и необходимо воспользоваться. Я исхожу из того, что я доверяю странам, с которыми уже сложились такие дружеские, товарищеские отношения. И вот здесь для нас очень важно партнерство, сотрудничество для того, чтобы мы смогли это сделать. Потому что если это не сделает Краснодарский край в рамках своей специфики, агропромышленной специфики или еще, то это сделают другие регионы. Но мы не хотим никому отдать здесь свою возможность. После делового завтрака с губернатором Краснодарского края немецкая делегация встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Сочинский аэропорт готовится к пиковым нагрузкам. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стартует 15 октября. Аэропорт в дни проведения масштабного мероприятия планирует обслужить более 155 тысяч пассажиров на прилет и на вылет. В их числе участники и гости фестиваля. Всего же планируется провести 1120 взлетно-посадочных операций. Пиковыми днями на прилет станут 13 и 14 октября. Ежедневно в Сочи будет прибывать около 9 тысяч пассажиров. На вылет пиковыми днями станут 22 и 23 октября, когда аэропорт будет обслуживать почти 9300 пассажиров в сутки. Напомню, участники всемирного фестиваля – это студенты и молодежь из 150 стран. Завершился первый период продаж билетов на чемпионат мира по футболу. Запрошено почти 3,5 миллиона билетов. Первый период продаж завершился сегодня в полдень по московскому времени. И за это время болельщики из России и со всего мира подали заявки почти на 3,5 миллиона билетов. Большинство заявок поданы российскими болельщиками, в то время как международный спрос составляет более 30%. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. Кроме того, около 150 тысяч билетов было запрошено на матч открытия и более 300 тысяч на финал. В ходе первого периода продаж все желающие могли подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомления до 16 ноября. В этот же день возобновится продажа билетов на сайте. Но в порядке живой очереди. То есть болельщики смогут приобрести их в режиме реального времени. И подтверждение успешной заявки будет приходить сразу после завершения оплаты. Перебой с водой в Сочи должны прекратиться, а мусор необходимо вывозить за пределы города. Такие требования выдвинул губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев. Накануне он провел на курорте межведомственное совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Разговор серьезный и назревал давно. Но совещание, в котором приняли участие руководители профильных ведомств Краснодарского края города Сочи, обозначило главные болевые точки. Проблемы которой, как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, важно не то, чтобы решать, а скорее упреждать, чтобы до так называемого разбора полетов не доходило в принципе. Смена поставщика воды в Сочи на сегодняшний день тема номер один. Частная компания «Сочи-Водоканал», которая арендовала инфраструктуру, как заявил мэр города Анатолий Пахомов, практически не занималась ее модернизацией. А потому через суды договор был расторгнут. Теперь имущество передано муниципальной компании. Но сети изношены на 70%. Впрочем, смена поставщика воды не должна отражаться на качестве услуг для населения, отметил губернатор. И поручил в кратчайшие сроки устранить проблемы. С водоканалом же проблема не с сегодняшнего дня. А мы накопили проблему, потому что порывы труб сплошь и рядом. А где что-то, обновленные трубы этой организации? Где качественная вода, где качественное водоснабжение? Ну, может быть, всех все устраивает, но меня точно не устраивает. И жителей тоже, горожан никогда не устроят. Никакие наши ответы и никакие наши отписки. Пока не будет исправлена сама ситуация. Жалуются сочинцы и на несанкционированные свалки. Хотя город работает по схеме ноль отходов. То есть в нем вообще не должно быть мусорных полигонов. В мэрии заявляют, что борются с компаниями, которые незаконно сваливают отходы в черте города. Нам не очень нравится за наш бизнес вывозить. Как вы правильно сказали, что зачем нам такой бизнес, который нам сперва собирает деньги, в том числе и бюджетные, потому что они все время нам доказывали о том, что очень много брошенного мусора. Потом его не вывозят, потом мы его вывозим. У нас брошенного мусора нет. Стихийных свалок в городе нет. В скором времени в Сочи начнет работать единый региональный оператор. Весь мусор из города будут вывозить на новый полигон в Белореченском районе. Если мы сегодня будем использовать этот полигон, это приведет к увеличению тарифов за мусор для населения? А Сочи нет. Если этот полигон не приводит к увеличению тарифов для населения, или приводит тут незначительно, мусор в Сочи вводится на полигон Белореченск. Все. Коллеги, больше ничего не обсуждается. Огромные деньги, федеральные деньги были выделены и краевые, в том числе для того, чтобы мы завершили этот полигон. А теперь мы хотим туда возить, не хотим туда возить. Эта тема закрыта. Мусор в Сочи вводится в Белореченск. Сочи – второй по величине город в Краснодарском крае. Здесь живут около полумиллиона человек. И решать коммунальные проблемы необходимо круглый год, потребовал губернатор. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи от несанкционированного сброса канализации избавлен целый район – Гортоп. Ранее городской комиссией было установлено, что в переулке Виноградной протекает коллектор, принадлежащий санаторию Сочи. Работы по его восстановлению ведутся в круглосуточном режиме и завершатся 15 октября. Улицы Плеханово, Лаврово, Тимирязево, Высокогорное, переулок Виноградный, Барановка. Весь этот район и обслуживала магистральная канализационная линия, находившаяся в нерабочем состоянии. Ее протяженность – 1170 метров. Заменой трубы занялась администрация города. Ручьи с характерным запахом в основном протекают на территориях многочисленных металлобаз, которые строились на этом же изношенном коллекторе. Частично разрушены и колодцы. Поэтому подрядчики построили новые 20 штук. На сегодня достроен и сам коллектор. Строители переложили 1000-метровую абонентскую линию. Протяжка трубы проводилась в несколько этапов, в том числе методом горизонтально направленного бурения. Осталось произвести переврезку основной магистрали в новую построенную ветку. Посмотрим, как она поведет себя. Ожидаем, что это все будет хорошо. И весь микрорайон, который находится выше нас, это Баранук, Этимирязево, она канализована как раз-таки в эту линию. Она потечет уже по своему руслу, потечет на очистные сооружения. Администрация города вступила в фазу решения этого вопроса активным образом и является координатором этой работы. У нас здесь задействовано самое большое количество сейчас служб коммунальных, которые есть в городе, потому что это расстояние немаленькое. И повторюсь, уже работы у нас вышли на финишную прибыль. Проблема оказалась большой, но с ней справились. Сложнее было определить место повреждения. Сама линия старая, под землей масса электрических коммуникаций. Да еще и участки здесь оползневые. Сложные, потому что проходят по тяжелому рельефу местности. Много здесь сетей, поэтому преодолеваем трудности, как умеем. Стараемся сделать быстро по поручению города. Канализация делается качественно, потому что делается под присмотром администрации города, водоканала. Выполняем все по норме, как положено. Я думаю, что здесь проблем у нас нет. Делаем хорошо, чтобы было надолго. Коллектор подрядчики восстанавливают в круглосуточном режиме и сдадут новый участок канализации городу 15 октября. Работа по выполнению и пресечению сброса неочищенных стоков началась в Сочи в 2015 году. За это время было выявлено более 13 тысяч объектов-нарушителей. На 12 тысячах недочеты уже устранены. Мониторинговые группы продолжают свои рейды в ежедневном режиме. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Кстати, Сочи стал лидером в экологическом рейтинге городов России. Исследование проводил портал домофонд.ру. Специалисты выяснили, как местные жители оценивают экологическую ситуацию в своих городах. В ходе исследования россиянам предлагали оценить, насколько по 10-бальной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух». В опросе приняли участие 258 с половиной тысяч респондентов. На основе исследований эксперты портала составили экологический рейтинг 100 крупнейших городов России, в котором Сочи, как и в прошлом году, занял первую строчку. Второе место закрепилось за Армавиром. На 13-й строчке рейтинга – Краснодар, поднявшийся на 7 пунктов. На 35-м месте – Новороссийск, который в прошлом году был только 48-м. В среднем по стране опрошенные граждане оценили экологическую ситуацию на 6,6 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год, пишет Коммерсант.ру. В Сочи в лидерах по краю по итогам городских и всероссийских учений по ГО и ЧС. Напомню, ряд командно-штабных тренировок прошли в начале октября во всех районах курорта. Комплекс мероприятий по организации бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города проводился по указанию главы города. Анатолий Пахомов является руководителем гражданской обороны на курорте. В тренировке приняли участие подразделения МЧС, Министерства внутренних дел, медики, Служба спасения Кубань-Спасы, главы районов. Они проверяли готовность системы связи, уточняли планы действия эвакуации при возникновении ЧС разного характера и отрабатывали вопросы взаимодействия сил всех ведомственных принадлежностей. Цели достигнуты, основные задачи выполнены. Главы районов, как руководители гражданской обороны внутригородских районов города Сочи, органы управления и личный состав приобрели необходимый опыт и готовы к выполнению мероприятий по защите населения в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Жители нашего города и его гости могут быть уверены, что выстроенная система работает по предупреждению чрезвычайной ситуации и слаженно сработает в случае возникновения любых катаклизмов. Сейчас Сочинское подразделение главного управления МЧС России по Краснодарскому краю приступило к обеспечению безопасности во время Всемирного фестиваля молодежи. Задействовано более 500 спасателей и 120 единиц спецтехники. Следующие учения запланированы на начало декабря. Жители города их не почувствуют. В них будут задействованы только специальные службы и организации, отвечающие за жизнеобеспечение города. Спасатели деблокировали Сочинца из искореженного автомобиля. ДТП произошло накануне вечером на объездной дороге. В результате столкновения автомобилей в салоне одного из них оказался зажат водитель, которому требовалась срочная медицинская помощь. К месту происшествия незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей Хостинского подразделения МЧС. При помощи гидравлического инструмента они деблокировали 20-летнего местного жителя и передали его врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу молодой человек получил открытый перелом голени и был госпитализирован. Также известно, что в результате ДТП было повреждено три автомобиля. Сегодня утром на остановке общественного транспорта у мясокомбината на улице Донской произошла драка. Водитель автобуса МАЗ, который следовал по маршруту номер 16, атаковал мужчина, машину которого тот якобы повредил. Об этом сегодня сообщают наши коллеги Вести Сочи. По словам одного из пассажиров автобуса, легковой автомобиль Hyundai был припаркован в неположенном месте в дорожном кармане для общественного транспорта на остановке Молодежная. Объезжая машину, водитель автобуса, судя по всему, задел ее зеркало заднего вида. После этого он вышел осмотреть иномарку и, видимо, сделал вывод, что не нанес серьезных повреждений, после чего уехал. Правда, водитель Hyundai решил, что нанесенный машине урон стоит того, чтобы устроить конфликт на дороге. Мужчина догнал автобус на остановке у мясокомбината и затеял драку. По словам одной из пассажирок, пишут Вести, он разбил водителю автобуса лицо, после чего в дело вмешались пассажиры 16 маршрута. Затем водитель иномарки сел в машину и скрылся. Инспекторам ГИБДД разрешили останавливать машины в любом месте на дороге. Нововведение коснется, прежде всего, участков дорог с повышенной степенью аварийности. Также сотрудникам госавтоинспекции разрешили проверять документы у любого пассажира, который находится в транспортном средстве. Об этом сообщает РБК. С 20 октября инспекторы ГИБДД снова получат право останавливать автомобили вне стационарных постов. Такие правила прописаны в финальной версии нового регламента МВД. Ожидается, что это нововведение коснется, прежде всего, участков движения с повышенной степенью аварийности. Место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением определяются руководителем подразделения ДПС, говорится в документе. Водитель по требованию инспектора теперь может предъявить не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного. В свою очередь, сотрудникам госавтоинспекции разрешили проверять документы и у любого пассажира, который находится в транспортном средстве. Также регламент запрещает водителям передавать инспекторам ДПС документы, пристегнутые к салону автомобиля. За такое нарушение автовладелец будет оштрафован, а также, возможно, подвергнут аресту. Средний чек россиян за один поход в магазин составил 524 рубля. Таковы результаты исследования «Холдинга Ромир». Относительно сентября прошлого года средний чек снизился на 0,8%, говорится в материалах исследования. Были проанализированы данные потребления 30 тысяч россиян в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники сканировали штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. В Южном федеральном округе показатель меньше среднестатистического – 451 рубль за один поход в магазин. Наибольший рост чека почти на 9% за месяц зафиксирован в Уральском федеральном округе. Какую выбрать профессию, а главное – специалисты в каких областях будут востребованы через несколько лет? Ответы на эти вопросы нынешние старшеклассники могут получить, приняв участие во всероссийском проекте «Профдиагностики за собой». Тестирование проходило сегодня в 6-й гимназии. Итоги акции прошлого года показали, что лишь 25% старшеклассников определились с будущей профессией. Как правило, они выбирают не специальность, а экзамены, которые предстоит сдавать. Это значит, что выбор профессии в большинстве случаев происходит несознательно. Задача профдиагностики – помочь изменить ситуацию. Это всероссийский проект, который существует уже более 4-х лет. И основная его цель – это помочь молодым людям определиться в будущей профессии, понять себя, понять свои направленности и именно понимать будущие профессии, которые будут востребованы через 5 лет. То есть мы помогаем им, помогаем государству, будущих профессионалов воспитать. Работа по профориентации ведется и внутри школ. Ориентирована она в основном на старшеклассников, которые, в свою очередь, имеют возможность понять все тонкости той или иной профессии. Основой нашей работы в рамках профориентации – это создание максимальных условий для выбора детьми любимого дела, которое затем перерастет в профессию. Для этого создан Центр дополнительного образования в гимназии. Мы отправляем детей на такие предприятия, как Кубанинерго, где они могут посмотреть, как работает энергосистема нашего города Сочи. Следующий этап – это строительные предприятия, где дети будут знакомиться с строительными профессиями. С будущей профессией Никита определился давно. Тестирование выбор подтвердило. А сотрудничество школы и, в данном случае, учреждений здравоохранения позволяют будущему врачу увидеть работу специалистов на практике. Я и до этого хотел в медицинское направление идти, но это только подтверждает, что правильно сделаю выбор. Сегодня мы были в больнице номер 4. Нам показывали полностью, как экскурсия по всей больнице, и реанимационное отделение, кардиоотделение, вертолетная площадка. Настоящее оборудование, ничего не позволили делать. Чем больше узнаю, тем больше нравится. Что касается тестирования, то оно состоит из нескольких блоков. Это 89 вопросов. Проект охватит в целом 69 регионов России. 35 сочинских школ примут в нем участие. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Социальные партнеры и студенты сочинских вузов были награждены за активное участие в проекте «Площадка нашего двора». В Сочи летом работало 145 площадок, которые были обустроены и оснащены игровым и спортивным инвентарем. А с детьми занимались активисты-студенты. Владимир признается, для него три месяца работы с детьми на площадке по улице Фрунзе-16 в Адлерском районе – бесценный опыт. Менее чем через год он уже получит диплом и будет работать учителем физкультуры, да и то, что летом ребята были под его присмотром, тоже очень важно. Игры, какие-то занятия, какие-то викторины, конкурсы, то есть были награждения. То есть в основном все направление было на оздоровление детей и ограждение их летом, в летний период, когда им нечем заняться, чтобы они не пошли не по тому направлению, то есть чтобы они именно приобщались к здоровому образу жизни. Подводя итоги летней кампании, когда проект площадка нашего двора реализовывался в каждом микрорайоне, заместитель главы города Ирина Романец отметила помощь социальных партнеров. Это предприятия и фирмы нашего города, которые не пожалели своих средств и вложили их в оборудование, игровой и спортивный инвентарь. В итоге детям было чем заняться на дворовых площадках. Сколько интересных событий для ребят. Вот отдельная программа участия наших коллективов творческих в работе наших площадок. То есть когда коллективы выходили со своими концертными проектами на площадке, и здесь не только дети собирались, но важна консолидация еще и взрослого населения, здесь родители, здесь детьми. Тех, кто постарше, город взялся трудостроить на лето. В итоге Сочи вышел в лидеры по краю. Подзаработать смогли почти две тысячи подростков. За такую организацию процесса благодарственного письма удостоился Сочинский центр занятости населения. В целом, проект «Площадка нашего двора» реализовывается по инициативе главы города Анатолия Пахома в Сочи пять лет. В этом году он юбилейный и интересен еще тем, что для ребят были организованы экскурсии на производство, например, на хлебозавод, побывали они за кулисами цирка, а также в гостях у депутатов и у Росгвардии. Теперь все это уже история в фотографиях, а студенты, отмеченные сегодня благодарственными письмами главы города, уже продумывают на будущее, как организовать досуг детей следующим летом. Сочинцы отличились на международном турнире по спортивному и боевому самбо. В Казани впервые проходил Кубок президента Республики Татарстан по этому виду спорта. В состязаниях приняли участие 200 спортсменов из 20 стран. Сочинец мастер спорта России Тимур Халайджан, воспитанник тренера Армена Такмазяна завоевал золото в разделе боевое самбо весовой категории 74 килограмма. А в спортивном самбо бронзу турнира весовой категории 48 килограмм взяла Сочинка мастер спорта России Анастасия Ячевская. Она одолела в решающей схватке члена сборной России подзюдо Аиду Бигбову. Бронзовая медаль Анастасии отметили ее тренеры, безусловно, с золотым отливом, поскольку она боролась с действующими чемпионками Европы и мира, и сам отбор на турнир был непростым и говорит о многом. Впереди у нашей землячки чемпионат Динамо и Кубок России. Также на турнире отличились самбисты Рудольф Еврумян из Армавира и Этери Сехниашвили из Новороссийска. И в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника Валеденталь проводит акцию от производителя Брекет-систем. Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.